В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. В гостях у нас сегодня Максим Николаевич Артамонов, главный врач Краевой клинической психиатрической больницы. А поговорим мы о последствиях, которые может оставить перенесённый коронавирус. Максим Николаевич, добрый день. Здравствуй, Елена. Очень-очень много в СМИ пишут, между собой люди обсуждают, что коронавирус может иметь за собой какие-то психологические последствия. Действительно ли он сказывается на психике людей или нет? Знаете, сейчас не то, что много пишут, сейчас ленивые только не пишут. Едешь даже в машине, слушаешь по радио объявление. Сегодня какой-то центр специализируется на лечении последствий, перенесённых последствий после ковида. Приглашают за какие-то деньги баснословные. То есть интернет открываешь на всех новостных лентах. Информация причём разная. Кто пишет, что каждый третий заболевает, кто каждый восьмой, кто каждый пятый. То есть достаточно вольная подача информации. И это приводит к тому, что люди, если раньше не боялись заразиться ковидом, благодаря активной медиапропаганде, причём больше даже зарубежной, чем на нашей российской, а теперь они боятся упорно получить осложнение от этого ковида. То есть они переболели и теперь уже боятся. Сейчас другая проблема. На самом деле всё не настолько фатально и не настолько грустно. У нас в мире много инфекционных заболеваний, после которых всегда остаются какие-то последствия, которые со временем проходят, и человек становится здоровым. Но единственное, что вот эта новая коронавирусная инфекция, которая имеет место быть, она ещё малоизученная. Поэтому некоторые феномены, которые остаются после того, как человек переболел этим заболеванием, они ещё не то что новые, они не новые. А просто после вирусного заболевания начали наблюдать в том, что появляется отклонение уже в душевном здоровье. То есть нельзя сказать, что их стало много, очень, но их стало значительно так много. То есть у нас выросло количество обращений, когда люди в процессе беседы с врачом жалуются, что они принесли коронавирусную инфекцию, что у них там стойкие проблемы появились. То есть либо у этих пообострялись многие заболевания. То есть у нас есть группа пациентов, которые находятся на лечении в диспансере в Владивостоке, и эти пациенты получают поддерживающую терапию. И в принципе многие у них работают, социально адаптированные, у них даже большинство не знает, что они на сайтном учёте. Вот у них после перенесённого ковида появилось обострение этих расстройств. Поэтому есть факт, учёные его и медицина сейчас всячески анализируют, исследуют, пытаются найти пути противодействия. Но в целом, хочу сказать, ничего фатального не происходит. Да, есть обострённые душевные расстройства. Но они всегда были, они лечатся, и эффективно достаточно лечатся. Единственное, что надо давать возможность всё-таки лечить не тем, кто хочет попробовать, а людям, которые могут это делать, специалистам. Если это касается душевных расстройств в психике, то этим должны заниматься психиатры. Намного эффективнее, быстрее всё это дело приведём в соответствие с тем, как было до. Чем, как говорится, потом заниматься выравниванием состояния после лечения нейропатологов, терапевтов, всевозможных специалистов в этой области парамедицинской. Поэтому у меня большая просьба иногда, чтобы люди всё-таки обращались к специалистам. А проблема, она есть, она ещё долго будет, но она не настолько фатальна, как её преподносят. Мне кажется, здесь ещё играет роль такой фактор, что тот же коронавирус, он ведь повлиял на экономику, на медицину, да вообще на все сферы жизни нашей страны. И жизнь, она перевернулась. Действительно, для многих тот же процесс самоизоляции длительный, который был до, то есть, наверное, эта болезнь изначально нас готовила к каким-то стрессовым состояниям, нет? Вы знаете, мы когда говорим о изоляции, я хочу сказать, что у нас не было полной изоляции. У нас были ограничительные меры, потому что, чтобы сделать полную изоляцию, это достаточно жёсткие, достаточно должны быть условия организованы. Но и в этом нет, я так понимаю, Роспотребнадзор, когда, в принципе, планировал эти все мероприятия, они не строили планы на жёсткой изоляции всего населения. То есть, мы выполняли определённые процедуры, исполняли определённые правила, и на сегодняшний день, как вот публикует СССР, с информацией, само заболевание пошло на убыль уже. То есть, появляется коллективный иммунитет, люди начинают прививаться, и, в принципе, заболевание немножко становится уже не настолько актуальным. Ну, а в целом, то, что вы обратили внимание на вот этот элемент самоизоляции, и то, что люди не работали, проблема в том, что это не является причиной заболевания. Говорить о том, что люди перенесли стресс, ну, люди часто стрессы переносят, и не обязательно в связи с болезнью. Стресс – это неотъемлемая, может быть, часть жизни человека. То есть, то, как на него реагируют. Если человек может справиться с этой проблемой, то, будь у него ковид, не будь ковид, он будет здоров. Если у него, вне зависимости, есть ли нет ковида, он может декомпенсироваться и впасть в глубокое состояние, когда потребуется помощь специалиста. Здесь нельзя ввязывать. Единственное, что у большинства граждан, кто не умеет организовать свой быт, свой рабочий график, ну, в общем, свой быт, так скажем, они, конечно, потерялись. И когда человек начинает думать о каких-то расстройствах, тем более эти расстройства постоянно тиражируются, то в интернете, то по телевизору, то иностранное, все возможности, хроники показывают, как в Китае все это происходило, просто фантастические съемки там были. И люди начинают в это верить. И когда человек думает об одном и том же и не видит выхода из ситуации, да, он получает состояние, когда он срывается, у него начинается настоящий аневроз, и все поехало, что называется, дальше посимптомно, все выше, 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 и он погружается в болезнь. Но теперь же это все обратимо, все это лечится. Единственное, что не надо это запускать. Ну, кстати, да, я помню, что первых каких-то вот таких, о том, что коронавирус приводит к расстройствам, я прочитала еще в самом начале, наверное, еще где-то чуть ли не в апреле месяце, не в мае. Да, их еще не было, но уже их ожидали, прогнозировали. Особенно, когда показывают, когда в Ухане началась эта вся история, когда люди падали с пены у рта, судорогах бились, ну, это, конечно, любого человека впечатлительного, это премию, тем более сейчас, как и накануне вышел, фильм «Эпидемия наш российский», сериал, тоже, как говорится, как специально стали. Появились и в зарубежном блокбастере, там, фильм «Дождь», там, тоже там, эпидемия началась. И это все легло, как бы, на благодатную почву. Люди психологически уже это видели, знают, и вдруг это объявляет, о том происходит. Поэтому тут момент такой, что пресса, она иногда играет роль, такого катализатора, но не в всем хорошем направлении. Если вспоминать, вот эпидемия, которая была в 95-м году дифтерией у нас в Приморском крае, ну, как по всей России, туда справились достаточно быстро. Пресса вообще-то там не мешала, и не помогала. Она эту тему обходила страной и дала медикам работать. Медики спокойно все сделали, провакцинировали население, и эпидемия пошла на спад. Все. Здесь же пресса раздувает в силу того, чтобы поднять свой рейтинг, там, как называется, обращаемость, читаемость. Они публикуют эти материалы, люди, конечно, читают. И потом мы удивляемся, почему люди этого боятся. Ведь, по большому счету, для того, чтобы не бояться заразиться, сделать надо просто что, прививку. Ну, сейчас народ, кто-то начинает говорить, в прививке там где-то лучше астрозеноке, там какая-то еще. Но на самом деле уже сейчас многие страны уже так же по публикациям, что наша вакцина, она наиболее эффективная. Поэтому от гриппа же делают, делают. От энцефалита делают, делают. Здесь то же самое. То есть не будет страха. То есть бояться ничего будет. Поэтому сейчас очень много прививочных пунктов. Это самый главный способ избежать, избежать самозаболевания. И, в принципе, потом проблем с тем, что боятся, что возникнет какое-то расстройство психологическое или психиатрическое. Ну, а к вот этим всем расстройствам приводит сам вирус? Или он меняет что? Он на сосуды каким-то образом влияет? Что происходит в человеческом организме, что после этого случаются какие-то стрессовые? Вы знаете, у нас в психиатрии есть несколько, ну, как раз, международная классификация заболевания. Вот если девятое, сейчас мы работаем по десятое, сейчас будет одиннадцать адаптировать, когда она будет адаптирована под Россию. Дело в том, что сейчас идет такой международный крен, достаточно явный, что скоро этиологическое, ну, то есть прийти на заболевание, название болезни, как многие любят, сводом шизофрения, эпилепсия, биполярная, это будет неактуально. Лечится синдромально, то есть берется симптомы и синдромы, которые есть у человека. И поскольку при разных заболеваниях, в принципе, бывают одни и те же симптомы, синдромы, которые, в принципе, медицина и лечат. Поэтому говорить о том, на что вирус действует, ну, так скажем, это недостаточно изученная еще область, потому что слишком мало статистики, слишком мало времени. Возможно, как говорится, действовать непосредственно, какие-то структуры мозга, вызывая обострение заболевания, либо формирование. Либо это при наличии уже имеющегося заболевания, у человека возникает обострение того, что есть, и у того, что он сам себя, может быть, нагнетает. Но здесь эта область находится, как говорится, в сфере предположений. То есть, мы не можем точно сказать, что после того, и будет вследствие того. То есть, дадим возможность еще ученым все-таки разработать, подать окончательные там клинические рекомендации, как правильно. А пока мы только научились лечить то, что мы умеем лечить очень хорошо. Все, что связано с душевными расстройствами на синдромальном уровне, мы достаточно эффективно лечим. Только надо обратиться вовремя и не долечивать потом после парамедиков. А вот в каком случае можно обойтись собственными ресурсами какими-то? А в каком случае надо идти к докторам? Я думаю, собственными ресурсами каждый человек можно обойтись. Если он не будет зацикливаться на этом заболевании, он будет вести нормальный здоровый образ жизни. Как вот не смешно звучит, многие тоже с юмором воспринимают или с яхидством модель здорового образа жизни. Жизнь, ЗОЖ какого-то модно, говорит. Ну, по-всячески издевается над этим. Ну, фактически, фактически, человек, когда занимается собой, своим здоровьем, занимается любимым хобби, занятием, да чем угодно. Охота, рыбалка, пробежка, там, пулевая стрельба, там, помещение, чем угодно. Человеку нет времени заниматься… Ерунда. Ну, это не ерунда. Мысли-то очень важные, это не ерунда у человека. Но у него не будет времени обдумывать вот эти вот, в принципе, все инсинуации свои. То, что ему там навязывают средства масс-информации или там друзья рассказывают. То есть, человеку есть чем заняться. И, по большому счету, он даже не будет акцентироваться на этом. Потому что, когда человек о чем-то думает, он начинает, как в шутку говорят, мысль материальная, они начинают искать у всех этих заболеваний. Ну, и какие-то есть симптомы, которые до этого даже не замечал человек, а тут он начинает замечать, что-то в левом боку колет, в правом там печет. И начинается дальше уже эффект внушения и поиск уже болезни. Когда человек погружается в поиск болезни, считайте, что он уже заболел. То есть, ее можно притянуть к себе вот такими мыслями? Конечно, запросто. А как это происходит, интересно? То есть, мы сами себе внушаем? Мы внушаем, ищем то, что у нас отсутствует. Мы начинаем переживать из-за этого. У нас формируется, может быть, патологический такой механизм, когда мы начинаем искать болезнь, притягивать каждый симптом, который, может быть, даже не обращали внимания, до этого ассоциированного с этим заболеванием. И начинается порочный круг, накручиваем, накручиваем. В конце концов, наступает декомпенсация, человек становится уставший, изнемогает, ему кажется, что у него повышается температура, у него пропадает сон. И начинается уже дальше состояние, когда требуется уже в каком-то мере медицинская коррекция. Ну, есть настоящие больные, которые заболевают, обостряются, их, в принципе, не так мало. То есть, я так понимаю, что люди, у которых были какие-то проблемы изначально? Они могут обостриться, да. Могут обостриться. Реально сказать, сколько реально болеет таких людей, но сейчас никто не берется. В прессе цифры всякие. Я такое ощущение, и берут их с потолка. Полпотолок деленый на два. В пятый, восьмой, в третий. Почему? Кто их считал? Такой задачей не ставилось считать. Тем более, и такого заболевания психиатрического нет. Например, ковид. Осважение такое-то. То есть, если пациент проговаривает, что он болел тогда-то, ну, то есть, это можно увязать. Если он четко говорит, вот переболел, началось вот это, это увязка. А все остальное, что в анамнезе, в истории болезни, он когда-то болел, ну, это ни о чем не говорит. Знаете, какой интересный момент. Среди моих знакомых, кто не переболел, и кто переболел, есть те, кто не переболел, но кто-то заболевал в окружении, и у людей действительно случались, ну, по типу панических атак. Так, все, я заболею, у меня страшно поднималось давление, вплоть до скорой. Правильно. Это высокая внушаемость. Люди мнительные, сами по себе бывают, такое разное, уже психологические типы человека. Есть пессимисты, которые видят самое плохое и ждут плохое. А есть люди, которые на это не обращают внимания. Я был свидетелем многих таких казусных ситуаций, когда видел, ну, не соседка, скажу, видел, садится в машину, закрывается, в маске надевает, и машине обрабатывает все, как называется, антисептиком. Господи, ну, как же потом же дышать, ехать надо. То есть, такой страх заразиться, причем машине, так понимаю, кроме нее никто не ездит. Ну, живем, слава богу, что не в противогазе. Я видел много таких вот нелепых ситуаций, но, тем не менее, каждый старается обезопасить себя так, как он хочет, как он считает нужным. Хотя есть простые меры предосторожности, прописанные инструкциями Роспотребнадзора, и все, если их соблюдать, то, в принципе, по большому счету ничего не будет. Маска, мытье рук, дистанция. Да, да, маска, мытье рук и дистанция. По большому счету, это снижает степень, возможность заражения во много крат. Еще те, кто переболел, многие среди моих знакомых стали страдать нарушениями сна. То есть, вот говорят, я ложусь спать, начинает сердце колотиться, как-то не по себе становится, сердце это тух-тух-тух-тух-тух, уснуть не могу. Все, ушах стучит, везде стучит. У нас с появлением ковида, кажется, исчезли все другие болезни. Да, наверное. почему-то все, да все, что угодно может быть у человека, и нарушение сна, чего угодно может быть. Но почему-то все считают, это модная брендовая болезнь, после которой очень удобно лечить всякие заболевания. Не факт, что это с ковидом связано, не факт, что вообще-то с чем-то связано. То есть, надо опять подойти к специалистам и разобраться, что у него со сном. Может быть, он режим нарушен, может быть, у него какое-то заболевание другое есть. Но просто у нас в самом деле все забыли о том, что существует пневмония, бронхит, просто ОРЗ. Все считают, что у них сразу ковид. Ну, каждый имеет право подозревать у себя вплоть до не знаю чего, но в конце концов здравый смысл должен возобладать. Если есть температура, какие-то респиратурные явления, то надо провериться на ковид в том числе обязательно. А если, например, бессонница, ну, это уж не сразу надо бежать к психиатру точно, хотя бы разобраться самому себе, что делаешь не так, для того, чтобы у тебя нормально было сон, хотя бы погулять перед сном хоть полчаса на свежем воздухе. Не у компьютера сидит, и сейчас вот работа на удаленке, люди сидят в компьютерах работают полдня дома. Конечно, мозг перевозбуждается, нейроны все находятся в долгом состоянии, надо погулять, подышать, может быть, и сон наводится. Не обязательно сразу бежать к психиатру из-за того, что плохо засыпает. Мне кажется, надо напугать людей здоровым образом жизни, знаете, как коронавирусом в свое время, так же здоровым образом жизни, чтобы это стало... Знаете, здесь главное, чтобы не было фанатизма, потому что вообще спорт – это достаточно такой интересный феномен. Если заниматься профессионально спортом, то здесь очень много людей подрывает свое здоровье. Поэтому здоровый образ жизни – это без фанатизма заниматься своим телом, своим здоровьем. Они... Не будет говорить некоторые, как вот наши артисты отзывались, как о спорте. Ну, в принципе, многие нас знают. Но это... Фанатизма здесь не должно быть. Но все вот эти психические, психологические состояния, расстройства, нарушения и так далее, стрессовые, может быть, какие-то, они же пройдут через какое-то время или могут задержаться? Знаете, у нас в жизни все проходит. Ладно, быстро, долго, третьего, никогда, но когда-то пройдет. Ну, а в целом, если состояние такие носит характер кратковременный, то они, конечно, могут и сами пройти. Если человек немножко мобилизуется, включит свои внутренние резервы, и все это у него станет хорошо. Если он не может сам справиться, нужна помощь подбога специалистов. Поможем. Если психотерапевты в этом могут работать, подключаться, объяснять, как вот человек не видит выхода из ситуации, и поэтому кажется, что жизнь при этом, как говорится, закончилась хорошая, здоровая жизнь. А у вас такое грустить и печалиться. А выход и есть. Психотерапевты помогают человеку найти выход и показать, как справиться с болезнью. То есть, это даже без медикаментозных всевозможных методик. Ну, а где требуется фармакология, психофармакология, она сейчас достаточно шагнула далеко. Очень мощный, хороший, сильный препарат и беспобочных эффектов. Поэтому, как говорится, всегда готовы прийти на помощь и подставить медицинское плечо. Но наш, не только даже приморский человек, наш российский человек, наверное, его же сложно привести к специалистам, к психиатрам, к психотерапевтам, да даже к психологу сложно привести. Знаете, у нас никто никого не заставляет. Но уже все-таки общество такое свободное. Поэтому, если человеку надо, он должен знать, куда обратиться. Ну, как правило, люди при наличии финансовых ресурсов, они пытаются лечиться где угодно, где можно заплатить. Чем дороже, якобы считается лучше. А когда финансы кончаются, как правило, не обращаются к нам и получают ту же помощь, только бесплатно и более качественно. Поэтому заставить человека нельзя. Можно заставить только человека, который предстоит опасность для себя, для окружающих. Его доставляют в больницу и без его сброса ссудают, санкцию, и его дальше лечим, отпускаем здорово. А всех таких вот состояниями страхов, что они заразятся ковидом или у них отследствия начнутся, ну, они могут ходить, бродить, пока не возникнет потребность заняться своим здоровьем. Мы-то всегда готовы. А, кстати, как можно обратиться? Это нужно прийти в свою поликлинику? Нет, 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 у нас специализированная помощь, она оказывается по принципу диспансерному. Это на Некрадской аппетисер-диспансер есть. Причем многие боятся обращаться, я считаю, что если на них они обратятся к врачу-психиатру, то их обязательно поставят на учет, лишат прав, лишат оружия, выгонят с работы. Это все байки, страшилки из области как бы напугать психиатра. На самом деле эта группа пациентов, как мы назовем, они не являются учетными, они являются как... Они приходят на консультацию, и их никто на учет не ставит. Поэтому при повторном трудоустройстве посещения это абсолютно не будет не то, что афишироваться, это не имеет никакого совершенно значения. А то, что там заводится медицинская карта, это нормальное стандартное явление, когда в любой поликлинике заводится карта для того, чтобы записать, кто был, какие жалобы, что было назначено. Это не учет. Это просто медицинский документ, который находится в учреждении, и через 25 лет он уничтожается. А что можно сказать о состоянии психического здоровья, приморцев? Я же не знаю, какое у них состояние. Мы знаем только, сколько у нас больных. Но в целом у нас есть такая устойчивая тенденция, не только в России, не только в Приморье, во всем мире, устойчивая тенденция роста душевных расстройств. Считается, что может быть, лет через 5-7 мы можем сравняться по уровню заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но поскольку наши многие болезни не являются фатальными, то есть они не настолько от них не умирают, вообще лица, страдающие дышанными заболеваниями, живут очень долго, то на это пока не обращают внимания. Но когда будет это вред экономике, когда люди будут уходить на инвалидность, болеть, тогда, может быть, государство более пристально посмотрит на саму психиатрию и будет больше внимания уделять, в том числе, лечению и профилактике этих расстройств. Давайте вернемся к ковиду. Мы немножко от него отошли. Давайте. Интересный момент. Кто подвержен расстройствам больше? Женщины или мужчины? Вы знаете, здесь нельзя дифференцировать мужчин или женщин. Подвержены расстройствам, именно страх заразиться или страх те люди, которые более эмоционально чувствительны или, может быть, эмоционально более слабые, то есть они впитывают себя как губка. Вот эти все переживания, страхи, это неважно. Это может быть мужчина, может быть, женщина. То есть еще раз, для того, чтобы сказать точно, вывести какую-то статистику, тогда прошло минимум хорошая выборка статистическая, ну, года три как минимум. И тогда будут хорошие материалы и будет масса научных работ. А пока мы только как на фронте, как говорится, сортируем раненых и кого куда и оказываем либо первичную помощь, либо уже в статусар отправляем. То есть здесь мы не занимаемся научными изысканиями. То есть нам пока хватает работы такой в поле. Но каким-то серьезным действительно расстройствам не могут привести последствия перенесенных. Ну, знаете, мало времени прошло, чтобы наступили даже эти последствия. Это либо последствия были и просто они еще переболели и, как говорится, все это наложилось. Ну, потому что последствия подразумевают отдаленный какой-то период. Если еще только года не прошло, ну, фактически год, то последствия мы будем ждать еще. А что нужно делать, чтобы вот те самые последствия, о которых так много мы сегодня говорим, они прошли, ну, более гладко, спокойно для каждого из нас? Знаете, стараться не думать о них, заниматься собой, заниматься работой, бытом, семьей, детьми, своим здоровьем и не зацикливаться на тех проблемах, которые могут быть. Они могут быть, а могут и не быть. Но не надо их ждать. Как я люблю говорить, что есть стакан на полу и на пустой или на полу и на полу надо быть оптимистом, а не пессимистом. Он должен быть на полу и на полу когда у вас эти проблемы будут обладать страну, вы о них забудете. Мы так с мужем сидели, рассуждали, я говорю, ой, был контакт, я говорю, наверное, заболею. У меня такое здоровье. Потом сижу и говорю, ну, заболею и заболею. Ну, что ж теперь? Переболеем, пересидим дома. Я тоже переболел в октябре этим ковидом. Только не чертыхался, что приходилось дома посидеть, конечно, работа не есть. А так вот это очень утомительно сидеть дома, да. Единственное, а не то, что там ждал каких-то последствий непонятных. Тяжело находиться в одном пространстве замкнутом? Да нет, есть чем заняться, но просто сам факт, вот это ощущение, что, в принципе, ограничен в действиях, в перемещениях, в контактах, это, конечно, сразу накладывает отпечаток. Ну, ты же знаешь, что через две недели ты уже свободен, и поэтому можно опять заняться работой, и поэтому далеко переносится все это. А что нужно делать, чтобы вообще оставаться бодрым, здравеем, психическим, в том числе? Ну, знаете, есть вооружение, каждый человек кузнец своего счастья, да, ну, нельзя человеку навязать что-то, надо просто, чтобы, ну, каждый делает то, что ему нравится в жизни и полезное, чтобы он получал удовольствие от работы, от жизни, и когда человек будет получать удовольствие, ну, у него жизнь будет, в принципе, интереснее и насыщеннее, и он не будет заниматься поиском болезни, а будет заниматься поиском того, что он может сделать такого, чтобы ему было хорошо и окружающим хорошо. Я всегда про себя, по крайней мере, так думаю, что очень важен режим дня. Очень, да. Ты проснулся, сделал зарядку, позавтракал, пошел на работу, пришел с работы, приготовил ужин, возможно, там где-то побегал, позанимался спортом, и четко ты знаешь, что тебе в такое-то время нужно лечь спать, и ты засыпаешь. А когда день разорван на мелкие части, непонятно, какая идет, зачем, все, сна нет. Нормализуйте, работайте, правильно сказали, режим, утро, обладаю, тоже время просыпаетесь, завтрак, работа, то, вечером тоже перед сном какие-то манипуляции, со здоровьем погулять элементарно, очень хорошо, в свежем воздухе, и как-то станет легче намного, в фитнес-зал сходить, позаниматься, то есть безмедикаментозно, то есть медикаменты надо подключать тогда, когда на самом деле режим уже не помогает, тогда уже мысли, когда захлестывают, уже совершенно думая о здоровье, неизвестно о чем, поэтому тогда уже врачей подключить, но хочу сказать, если соблюдать режим хотя бы две недели, вы втянетесь, и дальше уже все пойдет как по накатанной, у вас организм будет функционировать в другом режиме совершенно. То есть две недели привыкаем к режиму, и дальше все будет легче. Максим Николаевич, спасибо вам большое за то, что пришли, и за то, что, я надеюсь, кому-то из наших жителей поможет беседа, и будут чувствовать себя лучше. Спасибо вам за возможность эфира, и еще раз хочу обращаться к специалистам, а лучше, если ничего не беспокоит, вообще к ним обращаться, то есть обходить нас стороной, но если есть помощь, мы всегда рядом. И не думать о плохом. Да. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». В гостях у нас был Максим Николаевич Артамонов, главный врач Краевой клинической психиатрической больницы. И мы говорили о последствиях, которые может оставить перенесенный коронавирус. В студии работала Юлия Роакотская. Берегите свое здоровье и увидимся на восьмом.